Итак, давайте продолжим. Поговорим о способах лечения и уменьшения вероятности того, что человек совершит суицид. Итак, как мы с вами сказали, несмотря на то, что факторы риска известны, мы озвучили их, лечение и даже предсказание суицида достаточно сложны. То есть, небольшой парадокс, да, мы знаем факторы риска, тогда почему же сложно лечить? Потому что, как мы уже сказали, все эти факторы риска, они не говорят о суициде на 100%, они с ним ассоциируются. Имеется множество людей, я повторюсь, у которых нет факторов риска и которые совершают суицид, немало таких людей. Имеется множество людей, у которых почти все факторы риска присутствуют, и человек не совершает суицид. Итак, что же делать? Специалисты, которые работают с людьми с повышенным риском суицида, проходят, как правило, специальное обучение, на котором учатся, как общаться, как наблюдать за клиентом, пациентом, и понять, имеются ли у него мысли о самоубийстве. Мы сказали, что уже мысли являются достаточно неплохим предиктором самоубийства. Несмотря на то, что некоторые узнают о наличии мысли, обычно в процессе беседы. То есть, врач, психотерапевт, социальный работник беседуют с клиентом. Так вот, некоторые, возможно, боятся задавать вопросы о самоубийстве, чтобы не внушить, не направить человека, или не привести его к поводу о том, что нужно ему совершить самоубийство. Возможно, он о нем не думал, а мы сейчас начнем спрашивать, и вдруг человек подумает. Так вот, исследования показали, что это неверный подход, неправильная политика. Итак, я повторю. Несмотря на то, что некоторые боятся задавать вопросы о суициде, думая о том, что можно нанести вред, вложив решение в голову человека, намного больше вред, с большей вероятностью будет нарушен, если мы не спросим и не узнаем о том, существуют ли такие мысли у человека, и в результате ничего не предпримем, когда нужна помощь. Терапевт, общаясь с пациентом с подозрением на суицид, должен был, готов посвятить этому человеку много времени и сил, даже больше, чем обычно тратится на пациентов с психозом. Итак, риск того, что наши вопросы приведут к суициду, он намного более меньший, чем риск суицида, который человек может совершить, если мы не зададим ему нужные вопросы. Исследование, посвященное этому, который я провел Берман в 2005 году, и оно подтвердило то, что я сейчас сказал. Проблема заключается... Есть еще одна проблема. Она заключается в том, что не все люди осознают то, что у них есть мысли о суициде. Иногда эти мысли могут быть на уровне подсознания, или же просто не осознаваться. Чтобы узнать о существовании таких подсознательных, скажем так, мыслей, ученые разработали тесты. Например, тест трупа, который повышает эффективность... Тест трупа повышает эффективность предказания самоубийства в 6 раз и является достаточно неплохим средством в данном вопросе. После того, как проверяют наличие мыслей, специалисты проверяют наличие плана суицида. Чем более детальный план существует у человека, чем больше деталей он продумал, когда он совершит суицид, где, что ему для этого понадобится, где он это купит, напишет ли он записку или нет, тем больше, выше. Тем больше, то есть выше риск, и на это еще больше должен обращать внимание специалист и более быстро возможно реагировать. Если окажется, что в своем плане человек предусмотрел практически все до последней детали, даже то, как он скроется от того, что никто не увидел и не помешали ему, это очень сильно повышает риск. Итак, специалисты, как правильно, проверяют наличие следующих вещей, чтобы определить, насколько высокий риск суицида, а именно наличие суицидальных идей, мыслей, второе, наличие суицидальных планов, третье, наличие суицидальных попыток в прошлом. Суицидальные попытки в прошлом повышают риск суицида очень сильно в ближайшие 3-4 года. Если все эти три вещи, которые я сейчас назвал суицидальные идеи, планы и попытки в прошлом существуют, то риск очень-очень высок, практически близок к единице. В том случае, когда риск высок, то, что может сделать специалист, это договориться с клиентом подписать такой или в устной форме контракт о том, что человек не будет совершать суицид, не сообщив до этого, не дав время отреагировать своему лечащему врачу или терапевту. Обычно многие соглашаются. Если пациент отказывается, тогда же от такого контракта, говорит, я ничего не буду обещать, и риск очень высок, то, возможно, потребуется госпитализация. Возможно, и принудительная. Этические вопросы принудительной госпитализации и право на смерть мы обсуждать с вами не будем. В разных странах и среди разных людей они решаются по-разному. Итак, в случае, что человек согласен или существует принудительная госпитализация, его могут госпитализировать и начать лечение с целью уменьшить влияние факторов риска. Исследования показывают, что более эффективны адресные программы помощи для потенциальных людей с склонных к суициду. То есть, не то, что помогать всему обществу, уменьшая у всех влияние этих факторов риска, о которых мы говорили, или более адресно помогать тем людям, у которых уже высока риск суицидов. Если они говорят, что более эффективно помогать именно таким людям. Да, стоит ограничить их доступ к оружию, когда мы знаем, что существует риск суицида, более высокий, чем обычный. Также существуют телефонные линии поддержки, которые в ряде случаев оказываются полезны. Операторы, работающие на этих линиях, они научены, обучены с помощью беседы, как раз узнавать, насколько из факторов риска, которые в игре существуют, насколько все серьезно. Одним из средствам помощи является когнитивно-поведенческая терапия, которая направлена на разрешение проблем, которые существуют у клиента, и которые привели его к этой ситуации. Когнитивно-поведенческая терапия показала свою эффективность в ряде случаев, не во всех, но в некоторых из них, и об этом говорит Сарковский в своем работе за 1990 год. Одно из исследований, пройденное в 2005 году, показало, что 10 сеансов когнитивной терапии снизило более чем в два раза следующие попытки суицида. Про это говорит Браун. Как мы уже сказали, очень часто суицид ассоциируется с другими психологическими, психиатрическими заболеваниями. И вполне возможно, и это на самом деле так, что если мы уменьшим степень этого заболевания, или вылечим его, то уменьшится и риск суицида. Это так. Очень часто терапевты, которые владеют когнитивной техникой, например, Бека, для излечения депрессии, помогают пациенту, клиенту избавиться от депрессии, если она у него есть, и это также понижает риск суицида. Некоторые лекарства от металлитетных заболеваний также могут понизить, от тех заболеваний, которые есть у человека, могут понизить риск самоубийства. В 3-4 раза. Например, литий для лиц с биполярным расстройством понижает риск самоубийства. Об этом можно прочитать у Гудвина, его работе за 2003 год. Или антидепрессанты, которые прописывают тем лицам, у которых есть риск самоубийства и депрессии, также понижают, кроме того, что помогает, в ряде случаев бороться с депрессией, могут понизить риск самоубийства. Эдвин Шнайтман, который мы уже упоминали с вами, разработал следующую стратегию для борьбы с самоубийствами, для уменьшения риска последующих самоубийств, для помощи людям, находящимся в опасности. Надо помочь им уменьшить психологическую боль с помощью тех или иных техник, которые имеют доказанную эффективность и которыми владеет психотерапевт. Надо помочь им найти другие опции, другие пути в жизни, кроме страданий. Как правило, человек обычно страдает, видит все в темном цвете, надо помочь ему найти другие пути, другие стороны жизни. И третье, надо поощрять пациента отклоняться от разрушительных актов, от разрушительных идей. В Америке существуют специальные центры предотвращения суицида, которые работают 24 часа в сутки, каждый день, порядка 200 таких центров. Там работают операторы, которые по телефону, может любой позвонить по-бесплатному, и операторы постараются оценить, как мы уже с вами про это говорили, оценить степень риска и помочь человеку договориться с ним о контракте, пригласить его в больницу и так далее. Эффективность таких центров, опять же, тяжело оценить, именно по той причине, по которой нельзя проводить эксперименты, связанные с суицидами, потому что это неэтично и достаточно сложно. Ну, на этом мы с вами закончим. Всего хорошего. Спасибо за внимание. До свидания.